С позиции бизнеса, что позволяет решить токенизацию? Токенизация решает проблему привлечения финансов в бизнес, оборотных денег, капитала в существующий бизнес, поскольку классическая банковская система, финансовая система, точнее классические инструменты привлечения финансирования в тот или иной бизнес, они очень дорогие и очень негибкие. То есть это определенные рамки, которые подходят не для каждой бизнес-модели. То есть при токенизации очень быстро гибко выпустить на рынок любую эмиссию в любом объеме, размере виртуальных активов, которые позволят решить или иные операционные или стратегические задачи любого бизнеса. То есть если мы говорим о производственном бизнесе, какие задачи может решить токенизация? К примеру, по аналогии с форвардными фьючерсными контрактами, один из кейсов, который мы встречали, то, в чем заинтересованы были наши клиенты, это в токенизации форвардных или фьючерсных контрактов на урожай, на товар, который они произведут в будущем. То есть это своего рода через продажу цифровых активов, которые де-факто являются аналогами форвардных фьючерсных контрактов, они привлекают деньги обратные, с помощью которых они выращивают урожай, производят продукцию, выпускают на рынок, продают, и держателям этих аналогов фьючерсных и форвардных контрактов они выплачивают те деньги, которые они вложили в покупку этих контрактов и соответствующую прибыль. Как правило, любой субъект, который имитирует тот или иной цифровой актив или виртуальный актив, они определяют условия. То есть это независимо от того, это регулируемая эмиссия или нерегулируемая, можно сказать, что сложилась такая практика на рынке эмиссии цифровых активов, которая напоминает определенные правила, по которым выпускаются классические ценные бумаги. Готовится определенный проспект эмиссии, в котором определяются условия, то есть в которых определяется, во-первых, статус виртуального актива, то есть те права, которые предоставляются инвесторам или людям, которые покупают на рынке эти виртуальные активы. Ну, к примеру, когда компания имитирует определенные токены, привязанные к уставному капиталу, это не всегда означает, что у покупателя, держателя токена будут какие-либо права голоса на общем собрании этой компании. То есть, например, токенизация корпоративных прав, она уже прямо разрешена, например, законодательством штата Делавара в США. То есть, токен, который привязан к уставному капиталу, он может, например, давать право получать определенную долю прибыли чистой компании по результатам финансового года, то бишь дивиденды, но при этом может абсолютно не давать никаких других прав акционера, то есть, которыми могут владеть обычные акционеры при владении обычными акциями. При инвестициях в токены, обеспеченные каким-то товаром, которые возникнут в будущем, это не всегда означает, что держатель токена будет иметь право погасить владение этого токена фактическим получением натуре того товара, которым этот токен обеспечен. То есть, как правило, права держателей токенов, они, как правило, ограничены правами свободной продажи на вторичном рынке этих токенов по той цене, которая будет на момент продажи и получением каких-то дивидендов, какой-то дополнительной прибыли, которая может возникнуть у бизнеса и который в соответствии с ранее озвученным проспектом эмиссии распределил на держателей токенов. Но при этом, грубо говоря, если вы токенизируете торговлю нефтепродуктами, это не означает, что ты можешь получить в натуре обменять свои токены на цистерну нефтепродуктов. Субтитры создавал DimaTorzok